Добрый день. 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 желаемое, ну или убежать от нежелаемого, он использует какую-то модель поведения. И когда вот эта модель поведения использована, он уже видит последствия, получилось у него достигнуть того, что он хотел или не получилось. Если получилось достигнуть желаемой цели, тогда это поведение закрепляется и ребенок будет пользоваться им снова и снова. Ну и большими красными буквами, практически это транспарант, любая модель поведения направлена на то, чтобы сделать жизнь лучше, чем сейчас. У любого человека, у любого ребенка, что бы он ни делал, даже если он в результате своего поведения получает ваш гнев, наказание или изоляцию, он все равно вот в этой модели поведения получает лучшее на данный момент, что он мог бы себе пожелать. И вот если принять это за аксиому, тогда становится понятно, что чтобы нам изменить агрессивное поведение ребенка, нужно дать ему другую модель поведения, которая приведет его к тем же или лучшим результатам, но сделает это более экологично для него и окружающих людей. Давайте мы с вами разберемся, откуда берется агрессия. Вообще агрессия это свойство любого живого существа. На самом деле любое живое существо стремится расширять и защищать свое жизненное пространство. То есть для любого человека нормально проявить агрессию в ответ на нападение. Если вот эту способность у человека каким-то образом удалить, то человек будет беззащитным. Но если агрессивное поведение приводит к тому, что человек получает желаемое, то оно может закрепиться и тогда агрессия становится единственной моделью поведения. То есть человек будет ей пользоваться тогда, когда на него нападают и также хорошо будет пользоваться, когда на него не нападают, но есть шанс с помощью агрессии получить чего-нибудь хорошее. У детей агрессия формируется постоянно, постепенно, начиная с самого раннего нежного возраста. И вы уже, если у вас есть собственные детки или дети ваших родственников и знакомых, вы уже можете наблюдать у полугодовалого ребенка попытки получить желаемое у взрослых. Он может просто-напросто кричать так, что бабушки закрывают уши и тянуть к себе желаемый предмет, отбирать его у взрослых. А если это не получается, ребенок полугодовалый или чуть постарше может уже вполне себе и ударить другого человека. И вот здесь очень важно, как среагирует на этот первый эпизод взрослых. Чуть позже, от полутора до трех лет, агрессия служит ребенку для охраны собственных границ. Как раз в это время ребенок создает и осознает свои личные границы и с помощью агрессивного поведения он пытается их отстаивать и укреплять. Вот, например, дети не очень любят делиться игрушками. Все это замечают, но очень часто мамы, папы и бабушки стараются привить ребенку хорошее отношение к людям и говорят, ну что ты такой жадный. Вот посмотри, у Коленьки игрушки нет, а у тебя две. Поделись, пожалуйста. И вы будете играть вместе. В результате такого поведения Коленька может и получить игрушкой по голове. Ребенок может просто дико закричать, может сделать что-то еще, а если он уже хорошо воспитан и все-таки отдаст свою игрушку Коленьке, то может получиться и такой вариант, что через денек-два он заболеет. Это тоже своеобразный вызов агрессии. Обратите внимание, что дети не очень любят делиться игрушками, особенно некоторыми. Вот у каждого ребенка в этом возрасте есть игрушки, которые как бы являются частью его самого, его личности, его внутреннего мира. И вот когда вы начинаете отбирать эти игрушки, вы получаете агрессию. Вторая причина агрессии ребенка в этом возрасте, это запрет родителей на исследование внешнего мира. Поскольку исследование внешнего мира для ребенка в этом возрасте, это жизненно необходимый процесс, он диктуется как бы изнутри всей его природой. Когда вы говорите, не бегай, не мочи ноги, не ходи в эту лужу, не лазь под кровать там пыльно, или что-то еще, то ребенок может ответить агрессией. И это тоже защита своих расширяющихся границ. Обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что, если не наладить отношения с ребенком в этом возрасте, то в следующем возрасте мы можем получить продолжение агрессивного поведения. 3-4 года. В этом возрасте мы можем понаблюдать у детей, как часто возникает эффект переноса. Если маленький ребенок может замахнуться на взрослого, то 3-4-летний, уже хорошо наученный, что со взрослыми лучше не шутить, часто переносит свою агрессию на другие объекты. И объектами могут быть маленькие дети, младшие братики и сестренки, уже появившиеся, либо домашние животные, либо просто какие-то ценные хрупкие предметы. То есть здесь уже дети боятся идти на конфликт с значенными взрослыми, и вот таким образом свою агрессию выражают. Но 3-4 года – это уже достаточно осознанный возраст, для того, чтобы начинать ребенка учить, управлять своими эмоциями, и уже давать первое понятие о том, что такое конструктивный диалог, и как нужно вести себя в конфликте. Агрессия у детей 5-6 лет – это уже выученная форма поведения. То есть если 5-6-летний ребенок ведет себя агрессивно, то он уже прекрасно осознает, что делает, и что он хочет получить в результате своего поведения. Что он хочет получить, это нам становится ясно сразу. То есть это может быть борьба за внимание, внимание родителей, а также воспитателей или сверстников. Когда ребенку нечем привлечь внимание, он может, к примеру, подойти к мальчикам, которые долго-долго собирали крепость из кубиков, и опрокинуть всю эту постройку. Просто пинком ноги. И на самом деле эта агрессия не потому, что он злой, а по другим причинам. Об этом чуть позже. Агрессия может проявляться и обида на родителей. Здесь поводов для агрессии очень много. Это и несправедливое наказание, это и ужесточение требований, потому что ребенок растет, и взрослые начинают требовать больше. Это может быть, как я уже говорила, рождение брата и сестры, это могут быть и нарушенные обещания. Когда мы раз за разом говорим ребенку потом, 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 или да, я сделаю обязательно это для тебя, но не делаем, ребенок может мстить к своей агрессии. И такая вот третья причина, она не всегда лежит на поверхности, но она тоже есть. Это неуверенность в себе. Когда ребенок сравнивает себя с другими детьми, особенно, когда взрослые начинают сравнивать его с другими детьми, и он вдруг понимает, что проигрывает по многим статьям, то, что он бестолковый, глупый, что у него не все сразу получается, то он решает приобрести уверенность в себе вот таким вот физическим способом и начинает применять свою силу. И если это действительно приводит к каким-то результатам, то ребенок продолжает быть агрессивным очень долго. Вот таким образом, вот из этого небольшого возрастного обзора вы уже поняли, что у детской агрессии всегда есть причина. И есть причина, по которой дети применяют вот такую модель поведения. И становится понятно, что чтобы убрать агрессивное поведение, нужно воздействовать на причину, а не на само поведение. И вот здесь прекрасная цитата есть, а я хочу прочитать ее вслух и целиком, потому что она послужит эпидрафом к тому, о чем мы будем говорить дальше. Я воспринимаю ребенка, который обнаруживает деструктивное поведение, как человека, которым движет чувство гнева, отверженности, тревоги, незащищенности, обиды. У него часто отмечается низкая самооценка. Он не способен или не хочет, или боится выразить то, что он чувствует иным способом, потому что если он это сделает, он может утратить силу, лежащую в основе агрессивного поведения. Он чувствует, что это единственный путь, который способствует выживанию. Давайте мы с вами посмотрим еще раз, какие причины агрессивного поведения могут быть у детей. Еще раз, это низкая самооценка, и таким образом он ее повышает. Это отсутствие навыков конструктивного поведения, потому что по-другому он не научен общаться с детьми. Это слабый контроль эмоций, когда эмоция ребенка захватывает, и он уже ничего не может с собой делать. Это повышенная тревожность, когда для того, чтобы избавиться от этой тревоги, ребенок начинает защищаться прежде, чем на него нападают. И это эмоциональное застревание, когда ребенок застревает в эмоции агрессии и самостоятельно выбраться оттуда не может. Как понять, откуда взялась агрессия у конкретного ребенка? Если вы столкнулись со случаем детской агрессии и не знаете пока, откуда она взялась, тогда нужно провести диагностику. Это делает психолог детского сада, но точно так же тесты может провести и педагог дошкольного образования, потому что даже проведенные несколько тестов могут дать вам представление о том, откуда взялась агрессия у ребенка. Но еще до диагностики, глядя на ребенка, на его семью, слушая его, вы наверняка тоже уже увидите причины, которые привели к такому агрессивному поведению. Итак, какие у нас инструменты есть для диагностики? Самый простой – это анкета для воспитателей и родителей, критерий агрессивности у ребенка. Лаврентиева Титаренко, тест 1992 года, то есть относительно молодой. Он достаточно простой в исполнении, и сделав этот тест, проведя этот тест, вы получите диагностику общего уровня агрессии. То есть здесь вы получите ответ – ребенок высоко агрессивен или он не агрессивен. Если вам нужно уточнить объект агрессии, допустим, 3-4-летний ребенок, он агрессию проявляет, что называется, вообще, то есть крушит, ломает все вокруг, а вам нужно понять, кто же объект агрессии первоначальный, тогда можно использовать тест «Незаконченное предложение». Он тоже есть в сети абсолютно бесплатно. Он позволяет уточнить объект агрессии. То есть ребенку нужно закончить предложение. Естественно, материал для того, чтобы закончить предложение, он будет брать из своего опыта сознательного и бессознательного. В результате вот такой вот игры, теста, вы получите представление о том, на кого ребенок злится на самом деле. Методика рисуночной фрустрации. Тоже достаточно легкая в исполнении. Там есть много картинок. На картинках изображены ситуации, которые человек может истолковать по-своему. Вот каждый по-своему. То есть, допустим, два человека беседуют, и видно, что эта беседа не в спокойном режиме, а там есть какая-то эмоция. Но по картинке непонятно, или это люди очень сильно обрадованы друг другу, или они готовы вот-вот подраться. И тогда вы ребенка спрашиваете, «Как ты думаешь, что происходит на этой картинке?» И ребенок дает свои ответы о том, что происходит, о том, кто это. Если у него достаточно богатая фантазия и воображение, вы услышите даже целые диалоги. И вот там уже будет понятно, каким образом ребенок научился реагировать на сложные ситуации. То есть, пытается ли он договориться, или он сразу идет в атаку, или он лежит прятаться. Ну и проективные тесты, которые тоже можно детям преподносить в виде игры. Ну, например, несуществующее животное. Можно я о нем не буду говорить, потому что о нем все знают. Есть еще тест рисуночный, он направлен именно на диагностику агрессии, и он называется «Кактус». Все очень просто. Детей просят нарисовать кактус, и потом педагог либо психолог наблюдает этот кактус. Насколько он заштрихован, он черно-белый или раскрашенный, какие у него иголки, мягкие или агрессивные, есть ли на нем цветок. Этот кактус один в пустыне, или он растет среди таких же кактусов. Много чего еще можно по этому рисунку посмотреть. Описание тоже есть в интернете, то есть набрав в строке браузера тест кактус, вы получите полное описание и интерпретацию теста. Вот им тоже можно пользоваться. Таким образом, используя вот эти вот не очень сложные тесты, вы можете получить представление о том, кто в вашей группе агрессивен, кто нет, откуда берется эта агрессия, и каким образом ребенок привык расправляться с этой агрессией. Ну вот вам, допустим, тест «Кактус», два рисунка, которые нарисовали ровесники. Ну и понятно, что уровень агрессии у автора рисунка, который справа, наверняка гораздо больше, чем у автора рисунка, который слева. Потому что здесь у нас есть улыбающийся горшок, есть цветок, и такие вот очень мягенькие, похожие на пушинки колючки. А несчастный черно-белый кактус один в пустыне, видимо, его никто не поливает, ему очень грустно. Ну и вот такие вот черные острые линии говорят о том, что, наверное, автор любит применять свою силу. Вот, когда вы проведете эту работу, тогда получите представление о том, что нужно сделать в каждом конкретном случае с ребенком, который проявляет агрессию. И вот здесь, на этом рисунке, на этой схеме, как раз семь основных методов, из которых вы можете выбрать самые подходящие. Не обязательно это будет один метод, потому что агрессия часто имеется, читанные причины, не одно, а сразу несколько. Но вы можете выбрать те методы, которые подходят именно вашему случаю, и именно вот этому ребенку, который проявляет агрессию. Смотрите, вот здесь для вашего удобства есть такая табличка. В одной половине характеристика ребенка, то есть основная причина, по которой он проявляет агрессию, а во второй половине основные направления работы. Насколько я понимаю, из вебинарной комнаты можно презентацию скачать, поэтому надеюсь, что вы воспользуетесь этой табличкой. Итак, давайте рассмотрим все виды агрессии, которые могут возникнуть у ребенка. Первый тип агрессивного ребенка – это защищающийся. Об этом я уже говорила, говорила, что это дети, которые защищаются, прежде чем на них нападут. То есть он везде видит врагов. И если вы, допустим, возьмете какой-то рисуночный тест или тест, где нужно закончить предложение, он будет заканчивать любое предложение, любую ситуацию, так что у вас все кругом враги, а я буду защищаться. Вот если это ваш вариант, тогда я вам очень советую начать с релаксационных техник, потому что вот тревожность, повышенная тревожность – это очень телесное свойство, телесное качество. И для того, чтобы воздействовать на повышенную тревожность, нужно обращаться к телу, к очень глубоким пластам, и как раз используйте релакс детский, то есть дыхательные упражнения, визуальные образы, по-другому их сейчас уже называют медитация, и по отношению к детям это слово звучит все чаще и чаще, и действительно это очень полезное дело для детей. Мышечная релаксация, свободное движение под музыку, то есть спонтанные танцы. То есть это вот все техники, которые связаны именно с телом. Здесь же мы добавляем очень хорошую работу со страхом, и после того, как все вот это уже проведено, вы можете выходить на ролевые игры, может быть, используя сначала не детей в качестве персонажей игры, а игрушки, куклы или картинки, а потом уже отрабатываем новые техники поведения в ролевых играх с детьми. Следующий тип детей, которые проявляют агрессивное поведение, это дети, которые не распознают эмоции. То есть он не понимает ни свои эмоции, ни эмоции других детей. Настолько не понимает, что он может радость других детей при виде себя принять опять-таки за угрозу и нападение. То есть к нему бегут обниматься, по утрам бывают у нас, особенно девочки в группах, есть такие, которым надо пообниматься со всеми. Она бежит такая, счастливая, ручки уже развела, сейчас обнимет, ну и получает в результате, потому что ребенку так кажется, что сейчас на него нападут. И вот здесь основное направление работы – это развитие эмоциональной компетенции через игры, через тренинги, через чтение сказок, через все-все-все. Но вы даете ребенку возможность научиться распознавать и свои, и другие эмоции. Следующая причина агрессии – это неадекватная, а чаще низкая самооценка. То есть эти дети уже с самого начала знают, что они плохие, поэтому к ним плохо относятся, и у них нет никакого другого выхода, как самим плохо относиться к другим детям. И вот если вы видите, что у ребенка страдает самооценка, что он себя считает изначально очень плохим, тогда вы вводите в обиход упражнение, направленное на позитивное восприятие образа «я». Если ребенок то, что называется эмоционально ригидный, то есть он может застревать в одной эмоции и плохо переключается на другую, то есть его что-то разозлило, он закончить эту злость сам не может. Она начинает циркулировать в нем самом, как будто бы, и набирает обороты. То есть от небольшой злости он может перейти просто к истерике и неуправляемой агрессии. Вот здесь мы вводим обучение гневу, обучение от реагирования на гнев, то есть упражнения из раздела управления гневом. Я их вам тоже сейчас покажу. Может случиться так, что ребенок проявляет агрессию, потому что никак по-другому он не умеет себя вести. Не научен просто-напросто, не научен в семье, попал к вам в группу, и вы еще не успели объяснить ему, как нужно себя вести. То есть для такого ребенка очень важно расширить спектр поведенческих реакций, показать ему, что он может действовать и так, и так, еще по-другому, и вот так вот, и просто его научить, как нужно подходить, как нужно знакомиться, как нужно приглашать в игру. Я сама видела у детей вот такие вот навыки, видно, что они научены, что они привиты. Ну, когда ребенок приходит, и так немножко механически начинает говорить, «Здравствуй, меня зовут Саша, как зовут тебя?» Слышит ответ «Мне очень приятно, ты не хочешь со мной поиграть?» Вот, с одной стороны, механически это чувствуется, а с другой стороны, у ребенка есть готовая формула, как подходить и знакомиться. Вот таких формул у него должно быть на выбор очень много. Поэтому здесь просто вот эти формулы вводим в обиход ребенка. Ну, и если ребенок не контролирует свои эмоции, тогда занимаемся релаксацией и помогаем ребенку начать контролировать все же свои эмоции. Вот, это табличка рабочая, к ней можно обращаться, и теперь на выбор я вам расскажу несколько упражнений из каждого раздела, чтобы вы понимали, где можно их найти, какие упражнения искать, какие упражнения сочинять самим, в конце концов, потому что педагоги дошкольного образования очень творческие люди, и наверняка вы насочиняете упражнений много для того, чтобы ваши воспитанники перестали быть агрессивными. Итак, первая причина агрессии и первый раздел упражнений на избавление от агрессии, это снижение уровня личной тревожности. Упражнение на релаксацию. Что это такое? Это упражнения, которые помогают ребенку снизить прежде всего уровень мышечного напряжения, потому что как только мы расслабляем мышцы, вы на себе это замечали, наверное, расслабили мышцы, и настроение волшебным образом изменилось. Вот, иногда для того, чтобы прекратить агрессию, ребенку нужно подсказать, вот, расслабь сейчас плечи, кулачки, шею, и агрессия прекращает и сама фабоин. Эти упражнения делают ребенка более спокойными, уравновешенными и позволяют им овладеть навыками саморегуляции, то есть через несколько повторений, через определенное количество повторений, ребенок сможет сам по своей воле пользоваться этими упражнениями. Вот некоторые из них. Давайте расскажу. Первое упражнение – это снежная баба. И мы ребенку говорим, представь себе, что ты снеговик, тебя слепили из снега, снег жесткий, ты стоишь такой жесткий, ты снежная баба, и ребенок весь сжимается, показывает, как он жесткий, а потом говорим, солнышко пригрело, потеплело, и снежная баба превращается в теплую водичку. Превращайся. И ребенок так аккуратненько сползает, превращаясь в лужицу, и в конце упражнения просто лежит на коврике, как лужица воды. Следующее упражнение – апельсин. Это упражнение уже изолированное для мышц рук и кулачков, которые у нас очень часто первыми реагируют на агрессию. Мы говорим, представь себе, что у тебя в руке апельсин, ну или какой-нибудь другой фрок, мандарин, можно взять яблочко, еще что-то. Вот он такой большой, круглый, в своем кулачке, давай будем давить сок. Давим, 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 то есть ребенок сжимает, сжимает, сжимает кулачки. Все, сок выдавили, расслабляемся. Следующее упражнение – сдвинь камень. Оно тоже изолированное на мышцы ног. Точно так же говорим. Вот представь себе, что ты лежишь или ты стоишь, а вот рядом с тобой большой-пребольшой тяжелый камень. Ты его начинаешь сдвигать, но представляй, как тебе тяжело. И вот ребенок напрягает мышцы ног, начинает сдвигать этот камень, и потом говорят, все, молодец, сдвинул камень, расслабляет ноги. Черепаха на все группы мышц. Ну, тут все понятно. Говорим, теперь ты черепашка, у тебя есть панцирь. Сейчас все хорошо, на тебя никто не нападает. Черепашка лежит, может кататься по ковру, может еще чего-нибудь делать. И теперь говорим, вот идет большой крокодил. И черепашки должны очень быстро собрать руки, ноги, голову и свернуться в такой комочек, то есть напрячь мышцы. После этого говорим, все, крокодил ушел, расслабляемся. То есть чередование напряжения и расслабления во всем теле, в отдельных частях тела, оно дает ребенку возможность ощутить свое тело и через тело начать влиять на свои эмоции. Ну и самое любимое движение во всех этих упражнениях это расслабление в позе морской звезды. Здесь можно уже и помедитировать, и рассказать про теплое море, горячее солнце, ну что уже вам там придет голову, подключая еще и зрительные образы. Ну и дети вот после такого занятия, то есть все эти упражнения можно скомпоновать в одно занятие, добавить к ним музыку, какую вы хотите приятную, и после такого занятия дети у вас будут гораздо спокойнее. Можно делать как физминутку между занятиями основными, можно делать как часть утренней гимнастики, но все, что уже вы хотите, сами подбирайте под режимные моменты. Следующая наша причина агрессии. Да, кстати, если вопросы есть, их можно уже начать потихонечку задавать, но в конце тоже у нас будет несколько минут на ваши вопросы. Следующий раздел работы – это игра на распознавание эмоций. Детки очень часто не понимают эмоции друг у друга, и отсюда возникают различные проблемы. Вот какие игры вы можете провести, для них нужен набор карточек смайликов, изображающих эмоции. Его тоже очень легко найти в интернете, их там огромное количество, выбрать нужный вариант, или это будут личики детей, или это будут смайлики или зверюшки, разрезать на карточке и работать вот таким образом. Первое, самое легкое упражнение – «Назови эмоцию». Вы показываете карточку, а дети называют эмоцию. Второе упражнение чуть посложнее. «Отгадай, что я почувствовал». Ведущий рассказывает короткую историю, а дети должны назвать, какую эмоцию в этой истории он испытал. Ну, например, ведущий рассказывает. «Представьте себе, иду я вчера после работы, я зашел в магазин, купил себе очень вкусное мороженое, вышел на улицу, подскользнулся, мороженое шлепнулось, его съела собака». И вот здесь дети начинают обсуждать, какие эмоции испытывал ведущий. Некоторые могут вспомнить о том, какие эмоции испытала собака, окружающие люди стали смеяться или помогать. То есть здесь уже повод для такого большого серьезного разговора про эмоции других существ. Следующее задание. «Страна чувств». Когда у нас дети увидели все картинки, то они рисуют портреты эмоций. Например, нарисовать портрет радости или портрет печали. Создавая вот эти картины, пожалуйста, постарайтесь, чтобы последняя эмоция, которую ребенок нарисует, была либо нейтральная, либо хорошая, чтобы он с картинкой печали с занятий не уходил. И чуть более сложное упражнение – это рассказы по фотографиям. То есть здесь мы уже тренируем внимание к эмоциям других реальных людей. Вот такие вот тренировочки. Их можно проводить со всей группой либо под группой. Следующий раздел нашей работы – это формирование здоровой самооценки. Вот эти тренинговые упражнения, которые я вам выбрала, они очень хороши тем, что они не только поднимают самооценку, но оставляют после себя ощущение теплоты, единения и просто того, что люди становятся родными. Что мы делаем? Понадобится клубочек мягкой пушистой шерсти, вот это в идеале. Если совсем нет клубочка, тогда уже берем небольшую мягкую игрушку. С клубочком мы поступаем вот как. Детки вместе с ведущим садятся в круг, и ведущий просит передавать клубок соседу. Но хвостик ниточки остается у ведущего. Когда передается клубок, нужно сказать – «Мне в тебе нравится». Таким образом, человеку передали клубочек с комплиментом, он оставил у себя кусочек ниточки и клубок дальше катится по этому кругу. В результате, когда дети увлекаются и начинают говорить друг другу огромное количество комплиментов, в определенный момент ведущий говорит – «Посмотрите, мы с вами как будто связаны этой мягкой пушистой ниточкой. Она как будто нас объединила. Вот точно так же нас объединяют хорошие эмоции». Ну и точно так же можно поиграть с клубочком или с мягкой игрушкой, когда комплимент возвращается. То есть ведущий говорит – «Мне нравится в тебе, что ты такой сильный и умный». Ребенок возвращает ему игрушку с комплиментом. «А мне в вас нравится, что вы интересно рассказываете или что-то еще». Ну и обязательно после таких вот упражнений нужно обсудить с детьми, что они почувствовали. И чудесная игра хвасталки. Здесь понадобятся листы бумаги для рисования, фломастеры, цветные мелки. И хорошо бы дети уже умели каким-то образом писать либо могли нарисовать что-то. Раздается бумага, пишущая инструменты, и у детей просят – вспомнить и рассказать про три своих поступка, которыми они очень гордятся. Наверняка у каждого есть. Если ребенок не находит поступки свои, то мы ему помогаем. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то умеет бросать блинчики по воде, кто-то защитил кошку, кто-то выше всех прыгает. Вот у каждого ребенка что-то найдется. И после того, как ребенок зафиксировал вот эти три качества, каждый выходит в центр круга и начинает хвастаться. Ребята слушают, можно в конце каждой хвастушки поаплодировать участнику, и каждый ребенок получает свое признание. Ему говорят – ты молодец, ты хороший. И похожее упражнение – копилка хороших поступков. Вообще, это западная традиция. В западной традиции есть такая интересная вещь, как дневник поведения. Если ребенок плохо себя ведет, если он проявляет агрессию, ему дают этот дневник, и он ходит по всем занятиям с этим дневником. Ведущий занятие должен ему там поставить оценку, ну хотя бы словесную. То есть, хорошо себя вел, плохо себя вел. А копилка хороших поступков – это упражнение, которое мы проделываем в конце недели, и упражнение, при котором дети фиксируют то хорошее, что они сделали за неделю, и хвалят сами себя, и получают похвалу от других людей. Как воспитателю успокоить ребенка при проявлении агрессии к детям, воспитателю группы? Ребенок живет в ситуации развода родителей, живет с папой, считает, что дома ребенок ведет себя идеально, а в садике он невменяемый. Вот смотрите, исходя из нашей таблички, что, откуда взялась агрессия у этого ребенка, Людмила Анатольевна? Спасибо, что задали вот этот вопрос. Давайте вот прямо сразу к табличке вернемся. У нас есть, на это еще немножечко время. То есть, у вас есть какой-то определенный случай, вы смотрите по этой табличке, к примеру, личная тревожность высокая, да, в ситуации развода родителей личная тревожность, она всегда высокая, особенно, если это такой вот свежий развод. Низкая самооценка может быть? слабый контроль над эмоциями может быть. Смотрите, вот вероятнее всего, зная причины, вы можете предположить, что это вот первая ситуация, когда у ребенка высокий уровень тревожности. Тогда берем вот этот набор, а вдобавок к нему то, что посчитаете нужным. То есть, здесь и упражнения хвалилки, о которых я рассказывала, и формирование эмоциональной компетенции, и много всего еще. Но я вот уже скажу об этом чуть позже, но сразу же для вас конкретно скажу, что эта работа не быстрая будет. Но это не значит, что ее нужно не делать. Обучение от реагирования гнева. Ну, это традиционное упражнение, мы их так быстро пробежим. Здесь мы учим ребенка, как переводить гнев, но хотя бы с живого человека на что-нибудь еще безобидное. Может быть подушка для битья персональная, может быть боксерская груша. Можно разрешить потопать ногами. Можно завести стаканчик для криков или угол для криков, куда можно покричать. Консервная банка, которую можно попинать. Втирать пластилин в картонку или бумагу. Ой, вообще здорово есть. Здорово получается вот именно это упражнение. То есть любые упражнения, которые позволят ребенку гнев перевести в какое-то физическое действие и таким образом его выплеснуть наружу. Чудесное упражнение «Танец гнева». Очень похоже на танцы первобытных людей. Тоже можете в группе попробовать. То есть ребенок встает в любую удобную позу, думает о той ситуации, которая вызывает наибольшее чувство гнева и начинает двигаться таким образом, чтобы выкинуть из себя гнев. То есть импульс движения исходит из той части тела, где он чувствует напряжение. И здесь можно говорить, что двигайся как хочешь, лишь бы ты выразил свои чувства. Вот еще одна хорошая методика осознания гнева. Осознание гнева через сенсорные каналы. Авторская методика Смирновой. Смотрите, когда произошла ссора в вашей группе, вы можете деток посадить, вот когда уже ссора утихла, когда они уже спокойны. И спрашиваете их, что такое ссора? Как возникает ссора? Следующий вопрос такой немножко провокационный. Чем вам нравится ссора? Конечно, они скажут, нам не нравится ссора. И вы говорите, как так? Вот вы только что сейчас со вкусом очень долго ссорились. Значит, вам чем-то она нравится? Детки задумываются и начинают излагать свои версии. Например, ссора нам нравится тем, что можно наконец-то рассказать, о чем ты думаешь на самом деле. Или ссора нравится тем, что я в ссоре чувствую себя сильным. И это уже повод для дальнейшей работы. То есть здесь можно придумать выход, как чувствовать то же самое, но не ссорять. Чем нравится ссора? Чем не нравится ссора? А дальше очень интересно, какого ссора цвета? Какой у нее вкус, запах? А если ее потрогать, какая она? Колючая, слизистая или что-то еще? Чем хорошо это упражнение? Тем, что оно позволяет отделить ссору от своей личности. То есть есть я, а есть ссора, и это не одно и то же. Есть я, и есть гнев, и это не одно и то же. Вопросы в чате я вижу. Вот три случая у нас одинаковых. И что я могу сказать по поводу этих случаев? Они не единичны, их много у каждых. И вот педагоги, которые приходят на консультации, они очень часто эти ссоры озвучивают. Смотрите, мы не всегда можем воздействовать на причину агрессии, потому что она вне нашего доступа, она в семье. И вот здесь есть еще такое понимание, как замещающая семья. То есть если в семье все плохо, все очень плохо, мы можем, единственное, что мы можем сделать, это в группе создать ребенку хотя бы иллюзию нормальной, здоровой семьи, с нормальными, здоровыми отношениями. Это большее, что вы можете сделать для ребенка. И обязательно в этих случаях телесная коррекция, то есть упражнения на расслабление, на релаксацию, вводите, можете вести йогу, можете что-то еще, все, что даст ребенку возможность успокоиться. Обучение самоконтролю. Как я уже говорила, очень часто ребенок и рад бы не гневаться, но он пропустил тот момент, когда может остановиться. Очень часто с детьми это бывает, особенно с мальчишками. Вы видите, что он дерется уже настолько, что он себя не контролирует. И потом ему самому жутко стыдно, ему неприятно, но он честно говорит, что я не смог удержаться. В какой-то момент я перестал удерживаться. И вот здесь очень хорошо бы обучить ребенка видеть первые сигналы гнева. То есть ребенок просит ребенка проследить, а где у тебя вначале появился гнев. И вот как только ребенок отслеживает эти сигналы, он может в дальнейшем осознанно чувствовать эти сигналы, он понимает, что в нем зарождается гнев. И наученный другим моделям поведения, он может изменить свое поведение, пока он еще в ясном сознании. И второе упражнение, оно словесное, когнитивное, гнев на сцене. Мы предлагаем ребенку представить, как бы выглядел его гнев на сцене, кем бы был, во что бы был одет. И таким образом, тоже ребенок мысленно отделяет гнев от самого себя. Очень важно научить ребенка тренировать навыки правильного разговора, правильного конфликта, навыки ведения диалога. Здесь есть игры замечательные, про них я тоже сейчас расскажу. Это игры, которые помогают ребенку на очень глубоком телесном уровне научиться ведению диалога и научиться тому, что другого человека можно услышать. Игра, связанная одной нитью. Берется обычная ниточка швейная и завязывается на указательной пальчике двум детям. Примерно метра полтора-два длиною эта ниточка. У ребятишек задание такое, вы сейчас должны ходить, вот где хотите, но ниточка не должна порваться. Вроде бы задание легкое, но на самом деле больше минуты вряд ли кто-то выдерживает. Но потом, когда дети играют по второму и третьему кругу, вы видите, что вот это время, пока дети ходят, связанная ниткой, и она не рвется, это время начинает увеличиваться. Они начинают чувствовать друг друга, и это очень важно. Похожая игра слепой и поводырь. Это еще и упражнение на доверие. Делятся на пары. Один из детей закрывает глаза, а второй его ведет, обходя многочисленные препятствия. И вот здесь дети тоже учатся работать парно и друг другу доверять. Пилот и диспетчер – игра больше словесная. То есть у нас есть пилот или капитан космолета, или водитель танка, или кто-нибудь еще. У него нулевая видимость, то есть он идет по приборам. Но у него есть диспетчер. Диспетчер говорит, куда идти или ходить. То есть диспетчер может сказать, ты сейчас шагаешь два шага вперед, слева будет стул, ты его обходишь. Дальше идешь два шага назад и так далее. Таким образом дети учатся слушать друг друга. Игра «Пойми без слов» или «Крокодил» знаменитый. Когда один загадывает слово, а другой должен жестами показать, что он такое загадал. Ну и любые ролевые игры с элементами переговоров, которые вы можете в своей практике применять ежедневно. Ну, например, «Краски» – знаменитая наша игра. Кто там? Это я черт с рогами, с горячими пирогами. Зачем, пожалуй, за краской? Вот вам диалог готовый. И очень много игр, в которых такие диалоги есть. Пользуйтесь ими тоже. Тоже игра на телесное осознавание друг друга, игра «Трио». Нужны три ребенка, две коробки. Дети ставятся рядом, и две пустые коробки ставятся ножки. Тот, который стоит посередине, он ставит одну ногу в одну коробку, вторую во вторую. И детки, которые с боков по одной ноге, подставляют тоже в коробку. Вот вся эта конструкция должна дойти до стенки, к примеру, и обратно. И здесь тоже деткам очень хорошо приходится координировать друг с другом. Ну и тут же вы можете детям озвучить правила конструктивного диалога. Такие, как «Я» высказывания. То есть я говорю всегда от своего лица, «Не ты всегда дерешься со мной, а мне очень неприятно получать от тебя тумаки». Или, наоборот, «Не ты всегда такой плохой, а мне не нравится вот такое твое поведение». Говорить о том, что тебе хочется, это вообще первое правило всех удачных переговоров. Сказать о том, что тебе хочется. И выслушать, что хочется оппоненту. Есть запретные слова в диалоге, это всегда и не тогда. И мы договариваемся, что говорим вот о конкретной ситуации здесь и сейчас, а не о человеке. То есть не ты плохой, а ты сделал плохой поступок. Ты хороший ребенок, я тебя очень люблю, но вот этот поступок не очень хороший. Так ребенку проще пережить и стыд, и вину, и расставить все потом по своим местам. И помнить, что в любой ситуации есть несколько решений, говорить об этом детям. И самим тоже помнить для себя, что не одно решение, а несколько есть, и все их можно попробовать. И вот очень важный, коллеги, принцип коррекционной работы, когда вы сталкиваетесь, когда вы сталкиваетесь с агрессией, принятием ребенком, когда вы выходите из позиции обвинителя, когда вы перестаете быть судьей, когда вы говорите, да, ты в ярости, как я тебя понимаю. У меня иногда тоже так бывает. А в детстве я вообще делал вот то-то и то-то. Уважение к внутренним проблемам ребенка. Его проблемы, они настоящие, они очень серьезные, и они часто непереносимые по сложности, поэтому уважайте их, даже если для вас это будет какой-то ерундой. Безоценочное восприятие. Мы не говорим, ты плохой или ты хороший ребенок. Ты всегда хороший, но не очень хороший поступок. Но не жалеем, а говорим, что мы идем на помощь, мы с тобой сотрудничаем, но не жалеем за то, что он применяет ярость в своей жизни. Ну и работа с родителями. Это наш седьмой кружочек был на схеме, на диаграмме. Работу с родителями тоже можно вести, хотя я понимаю, насколько это сложно, но все равно какие-то шаги нужно делать, и они тоже могут привести к успеху. Хотя бы провести можно родительский тренинг, хотя бы какую-то лекцию, что-то еще наставить родителей задуматься о том, что они делают. Смотрите, какое воспитание может спровоцировать агрессию. Противоречивые требования. То есть бабушка говорит можно, мама говорит нельзя. Мама говорит можно, папа говорит да нет ни за что. Частое негативное эмоциональное состояние у взрослых. Смешной пример, вот буквально недавно воспитательница рассказывала, и мы дружно смеялись тоже на лекции, на открытой, на живой. Она говорит не могла понять. Ребенок приходит в группу, и на все, что у нее не получается, говорит, от собака. Не могли понять, откуда взялось это выражение, причем оно такое смешное и злое одновременно, пока за ребенком не пришла его бабушка. Ну, такая вот бабушка-фермерша, которая там в саду привыкла работать, вкалывать с утра до вечера, ну и все, у ребенка башмачок не застегивается, ну, ух, собака, ну, понятно, откуда все это берется. Использование наказания детей как способа отреагирования и способа справляться с поведением ребенка. Можно жить не наказывая, на самом деле. Можно обходиться вообще без наказаний. Использование приказов, обвинений, угроз. Постоянное использование ты сообщений, ты неправильно сделал, ты всегда меня доводишь, и так далее. Оскорбление детей, игнорирование чувств детей, то есть вот все эти стили общения настраивает ребенка на то, чтобы мстить, бороться. Если не мстить родителям, то он придет мстить в вашу группу. Ну, и правила для родителей, если они хотя бы попробуют это сделать, то жизнь детей и вас будет гораздо легче. Я-высказывание, то же самое, что я уже говорила. Расширенное я-высказывание, когда родитель и вообще взрослый формулирует просьбу к ребенку таким образом. Он говорит, что сделал ребенок, как бы называет просто факт без оценки, потом называет, какие чувства я испытываю, и потом конкретное пожелание к ребенку. Например, ну, у меня ребенок взрослый, поэтому наш пример. Ты опять ушел без шапки в школу. Мне очень страшно, что ты простудишься. Давай все-таки пойдем в магазин и купим какую-нибудь шапку, которая тебе понравится. Ну, вот примерно так, сформулированные просьбы, они, как правило, не вызывают агрессии. Развитие навыков активного слушания. Активно слушать ребенка, это значит возвращать ему то, что он нам поведал. То есть, не изображаем сову, когда мы говорим «Угу», «Угу» и думаем о чем-то своем. А ребенок рассказывает, мы как бы заканчиваем, повторяем то, что он уже сказал и добавляем чем-то своим. Да, действительно, вы играли в хоккей во дворе, ну, и как здорово было, и кто победил. Ну, вот примерно так. То есть, это способ дать ребенку понять, что вы его слышите, вы его понимаете, понимаете то, что он переживает. Ну, уж если нужно поконфликтовать с ребенком, ну, всяко бывает. Вот еще одна хорошая табличка, это техника цивилизованной конфронтации. Например, взрослый что-то сказал, ребенок проигнорировал. Так бывает тоже, бывает. Взрослый повторил с усилением, и все-таки, я еще раз прошу тебя делать то-то и то-то. Ребенок проигнорировал. Тогда мы снова говорим «И все-таки, я прошу тебя, но если ты не сделаешь вот это, тогда будут санкции». И вот после этого тройного предупреждения можно вводить какие-то санкции. Но вы, конечно же, помните, чего мы не лишаем никогда ребенка. Это сна, еды и прогулок. Нельзя. Ну, и вот этот слайд можно просто забрать себе, сделать какую-нибудь брошюрку для родителей и просто раздать родителям как правило того, как нужно вести себя с ребенком, чтобы избежать агрессии. Я теперь рассказала, наверное, все, что хотела. И у нас осталось немножечко времени на вопросы. Но я сразу же хочу вас попросить, вот у нас есть табличка, да, давайте я вам ее открою. Если вы сейчас задаете какой-то вопрос на конкретную тему, тогда мы будем сразу же с вами искать ответ, пользуясь вот этой волшебной табличкой. Поэтому я смотрю на вопросы. Сейчас еще раз просмотрю чат, а вы пока можете написать, как воспитатель успокоить ребенка, пробуйте релаксацию. Это я уже ответила. Еще один такой ребенок, тоже релаксацию. Ребенок вспыльчив и в конфликтной ситуации переходит от слов к делу, то есть вступает в драку. Екатерина Григорьевна, ваш был вопрос, то есть о, как раз подходящий слайд нашелся, то есть вы учите от реагирования гнева и учите осознанию гнева. Так, случай воспитатель такой же. Павел Юрьевич, что я должна сделать в презентации, что значит расшарить? Если ее нужно раздать, скажите, как это сделать, я ее раздам. Будет ли возможность повторно послушать вебинар, это Павел Юрьевич ответит. Так, спасибо. Спасибо вам огромное за спасибо. У моего внука стерты границы авторитета к взрослым в результате агрессии в детском саду. Что можно предпринять? Смотрите, авторитет к взрослым это такая штука, интересная, особенно у современных детей, что он просто так, из-за того, что ребенок маленький, а взрослый – это взрослый, он не появится. Авторитет получается тогда, когда ребенок понимает, что взрослый в его жизни значим, что он тоже значим, и взрослый ему может дать что-то полезное для его собаку на детской жизни. Вот когда он понимает, что от взрослого можно что-то получить интересное, знание, умение себя вести, статусно, например, что-то еще, он будет смотреть в глаза, что называется, открыв рот. Если ему взрослые ничего не дают, то заставить ребенка слушаться на том основании, что это просто взрослый, к сожалению, наверное, в наше время уже нельзя. То есть этот авторитет взрослые должны завоевать. Прошу прощения, если прозвучало резко. Но я всегда на стороне детей. Что делать, когда гнев направлен на себя? Хочу смерти себе, говорит ребенок. Валентина Николаевна, вам нужно очень быстро искать в своем городе специалиста по детской психологии и идти с ребенком к психологу разбираться, на кого действительно направлен этот гнев. То есть этот гнев направлен на кого-то или на что-то, на что ребенок не может себе позволить гневаться, поэтому он гневается на себя. Поэтому, пожалуйста, не тяните. Аутоагрессия вообще очень жесткая штука, потому что мы часто за агрессию не воспринимаем. Насколько я понимаю, презентацию уже можно будет скачать, поэтому они там останутся. Ребенок говорит, давайте я на всякий случай еще координаты оставлю. Ребенок говорит, да, я плохой. Смотрите, возвращайтесь к упражнениям, которые хвасталки, вот к этому разделу и повышайте самооценку. То есть ваш вариант это заниженная самооценка, вы над этим должны работать, над повышением самооценки. Все, уже можно сказать, скачать, сказал Павел Юрьевич нам. Юлия Витальевна, потестируйте, смотрите, вот тестовые материалы есть, потестируйте, что происходит. просто по поведению, просто по поведению нельзя сказать, отчего это. Поэтому вы проведете тесты, подключаете психолога, проведите тесты, вы поймете, откуда идет агрессия, тогда вы будете воздействовать на причину. Я могу вот как вариант предложить, но это только вариант, что в многодетной семье его действительно все достали и он к вам приходит отдыхать. Есть ли еще вопросы, задайте, пожалуйста, потому что наше время истекает. Видимо, все уже спросили, кто что хотел. Если нужно, я на связи. Скачать презентацию можно, запись будет на YouTube. Спасибо огромное вам за интерес, было очень приятно. Смотрите, уважаемые коллеги, вот вы когда описываете поведение, когда вы видите агрессивное поведение, сразу же проводите диагностику, тестирование, находите причину и воздействуйте на причину. это будет успешнее, чем бороться с поведением с Путиным. Непонятно, почему, систематически нарушает поведение, почему он это делает. Там могут быть разные, вот мы семь причин указали, может быть, любая из семи. Никому не нужен, повышаем самооценку, работаем в этом разделе. Ситуация, когда никому не нужен, ни маме, ни папе, очень редко об этом говорю на открытых вебинарах, но есть тот, кому мы нужны всегда. Поэтому можно, не уходя в конкретную религию, сказать о том, что мир большой и миру Вселенной нужен каждый человек, каждое существо, которое пришло сюда, оно кому-то нужно. И это иногда и у больших клиентов, и у маленьких бывает вот той точкой, с которой начинается выход в хорошую жизнь. Я надеюсь, что ответила. Спасибо большое. Если вопросов нет, я тогда отключаюсь. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю всего самого хорошего и надеюсь увидеть еще. Всего доброго. Продолжение следует...